Всех приветствую. Сегодня на вебинаре пятничное утро. Значит, сегодня мы поговорим о наших новых отельных телефонов H3W и H5W. Меня зовут Лямин Григорий. Я занимаюсь маркетингом, продвижением брендов Unville в России и СНГ. Мои контакты видны на этом слайде. В конце вы сможете задать мне вопросы. И также увидите наши еще раз контакты. Сможете подписаться в наши группы ВКонтакте и Фейсбук. Также эту презентацию можно будет у меня запросить. Если у вас нет времени сейчас смотреть, то вы потом ее самостоятельно пролистаете. Но она будет не такая длинная. У нас всего пару телефонов, и поэтому я много вашего времени не займу. Итак, какие же решения от FUNVIL мы сейчас предоставляем? Для тех, кто, может быть, не знает, у нас, конечно же, наши настольные IP-телефоны, начиная от самых бюджетных моделей X1S с черно-белыми экранами, заканчивая очень крупными телефонами, некими консольными диспетчерскими телефонами с несколькими цветными экранами, с микрофонами на гусиной шее. У нас есть телефоны на Android. Это более-менее актуальный Android 9, который мы поставляем, и с магазином Google Play. То есть вы можете установить практически любое приложение для коммуникации. Так и можете взять его с чистым Android и установить уже какие-то только корпоративные приложения. Такой вариант тоже допустим. Вторая категория – это у нас линейка H-серия, новинка, в которой мы как раз сегодня и поговорим. Также мы делаем домофоны, тоже различные варианты с пластиком и без, с клавиатурой, с одной или несколькими вызывными кнопками, с течением RFID-карточек, с встроенными камерами. У нас есть также устройства для массового помещения, которые могут быть со встроенным реле, открывать замки, шлагбаумы, управлять какими-то лампочками или какими-то другими триггерами. Так и они могут просто производить оффлайн вещание, как мы на предыдущем вебинаре рассказывали. Устройство PA3 у нас может ввести вещание в сеть напрямую MP3 файлов прямо со вставленной флешки. Это тоже возможно. И еще один пункт – это софт, который мы производим. Он, конечно же, связан с нашим оборудованием. Если вы с ним сталкивались, у нас были системы FDPS и FDMS. И сегодня я кратенько расскажу о новой системе FDMCS. У нас добавляется буковка C в конце, это сокращение от Cloud. Это облачная система. И я, конечно же, проведу по этому отдельный вебинар, потому что я сталкиваюсь с неким недопониманием, как это работает. И многие наши партнеры, дистрибьюторы, они рассказывают о том, как можно настроить телефон через веб-интерфейс. Но веб-интерфейсе – это уже прошлый день. Конечно же, нужно говорить о каких-то новых системах настройки. Поэтому я тоже хотел бы сказать пару слов. Если вы сталкивались с нашим софтом, то у нас был тоже облачное решение. Оно называлось FDPS. Оно работало на наших серверах. И оно предназначалось только для того, чтобы вы вбили туда MAC-адрес и сообщали этому телефону и делали некий предпровиженник. То есть вы не могли настраивать непосредственно сам телефон. Вы могли только говорить ему, где он может забрать свой конфигурационный файл. Мы этот момент разделяли, и сейчас мы это решили соединить воедино. По ссылке, которая представлена на этой презентации, вы можете уже пройти какую-то первичную регистрацию. Насколько я помню, она сейчас еще в бета-версии, поэтому нужно запрашивать аккаунт через e-mail support.fanvill.com, либо вы можете тоже мне отписать в электронную почту. Я смогу вам помочь активировать аккаунт, чтобы вам прислали инвайт. И смысл заключается в следующем, что если вы производитель АТС или вы какой-то интегратор, который настраивает телефонию клиентом, то вот такой вот ресурс, он может быть вам очень полезен. Полезен тем, что ваш конечный клиент приобретает телефон Fanvill, и все, что ему нужно знать, это только MAC-адрес этого телефона. MAC-адрес, он всегда дублируется на наклейке с самим телефонным аппаратом, либо он также, эта наклейка нанесена на коробке. То есть конечный клиент покупает некоторое количество телефонов, и эти MAC-адреса присылает вам в электронную почту. Все, что вам нужно, вы заходите в эту облачную систему, которая работает на серверах нашей компании, вы вводите туда эти MAC-адреса, и телефон при загрузке, если, конечно же, доступен интернет, телефон при загрузке, он первично обращается в нашу систему FDMCS. И только потом он уже, если не видит оттуда ответа, не видит того, что произошла сверка вот этих MAC-адресов, что для него там действительно заготовлен какой-то конфиг, он уже начинает дальнейшую загрузку. То есть он смотрит там DHCP опцию 66, если она там настроена, либо он загружается с настройками по умолчанию, вы сможете настроить этот телефон, нажимая клавиши на самом телефонном аппарате, либо зайти в веб-интерфейс и там уже произвести там настройки SIP-сервера, там ввести его логин и пароль. Этот софт, он позволяет не только настраивать это оборудование, но и позволяет наблюдать за ним, то есть вы можете видеть статус этих трубок, настраивать какие-то триггеры, там если он отвалился, вам придет какое-то уведомление. И, разумеется, вы можете настроить не только SIP-данные для этого оборудования, то есть практически все, не то что практически, все те функции, которые вы настраиваете через веб-интерфейс, вы можете настроить и через систему FDMCS, то есть там тоже вы переходите в некий текстовый вид, там редактор, если вы хотите записать какие-то специфические функции для этого телефона, вы можете их там указать, и они, конечно же, будут скормлены на этот телефонный аппарат при загрузке. Трафик весь шифрованный, работает через HTTPS протоколу. Я понимаю, что могут быть какие-то сегменты бизнеса, там финансовый, банковский сектор, которые не приемлют какого-то доступа в интернет, чтобы устройства они не могут выходить и что-то там общаться и запрашивать, но, тем не менее, для какого-то среднего сегмента, для среднего бизнеса и для тех, кто может, кто нам доверяет, вот такой вариант настройки, он, в принципе, будет возможен. Еще раз я сделаю об этом отдельный вебинар, распишу, как это работает, как это связано все-таки с системой в DPS, которая до сих пор существует, просто теперь наш софт, как бы это ни звучало, тоже завязан с этой системой в DPS, он взаимодействует автоматически, но для удобства пользователя мы говорим, что, в принципе, вот новым порталом пользоваться будет достаточно. То есть все те функции, вы знаете MAC-адрес, и вы можете настроить телефон удаленно. Ну что ж, поехали дальше, ближе к теме нашего вебинара. Это новые отельные телефоны. Пару слов скажу, что у нас уже есть. Это самый компактный телефон H2U в черном и белом исполнении. Компактный телефон не имеет экрана, при этом, на мой взгляд, это самый, наверное, интересный такой телефон. Может использовать в различных сценариях. У нас есть возможность настроить до 10 клавиш какого-то быстрого набора. Есть DSS-клавиши, которые мы можем запрограммировать на какое-то специальное действие. Например, посыл DTMF-команд для открытия, релье шлагбаума, двери, между прочим. Либо какой-то, это может быть экстренный вызов. Также есть светодиод, который сигнализирует о вызове. Ну и в целом, этот телефон был представлен всего лишь в прошлом году, и он уже стал хитом. У нас в прошлом году было пополнение нашей основной отельной линейки. Это телефонов H3 и H5. Пока отзывы вполне положительные. То есть, когда есть выбор, это всегда лучше, чем если бы его не было. Я говорю о двух цветах. Конечно же, кто-то предпочитает белый, кто-то черный. Черная модель, скажу вам по секрету, до сих пор как-то превалирует в наших продажах. Итак, на сегодняшнем вебинаре посмотрим новинку. Я расскажу о преимуществах и примерных сценариях применения. Новинка 2021 года. Новая. У нас вообще очень много новинок в этом году ожидается. Мы уже представили PA3. Мои коллеги провели вебинар по новому консольному Android-телефону A32i. Тоже, я думаю, мы скоро об этом поговорим. У нас ожидается некое пополнение классической линейки телефонов. И как бы это ни звучало, я понимаю, что многие из вас слышали об этом, о DECT-телефонах именно. Но мне прям клятвенно обещают, что DECT-телефоны точно будут в этом году от Fanville. И также у нас будет конференц-телефон, некая лягушка, как их называют. Поэтому тоже ждем. Ждем подробностей. Пока ничего не известно. Даже мне не буду скрывать. Итак, новинки 2021 года. Это новые отельные телефоны H3W и H5W. Стоит сразу сказать, что эти телефоны взяли на себя все функции, которые были в базовых моделях H3 и H5. Две сип-линии, шесть DSS-клавиш, два Ethernet-порта, работающих в Бридже. И HD-кодек G722. Но здесь в дополнение у нас добавляется Wi-Fi, радиомодуль, который работает на частоте 2,4 ГГц. Сразу скажу, что частота 5 ГГц не поддерживается. У нас есть поддержка нового современного кодека Opus. И поддержка видеопотока, приема видеопотока с кодеком H264. И хоть и телефоны входят в серию H, сокращенно от Hotel, мы в Fanville полагаем, что эти телефоны могут использоваться и могут быть уместны во многих сферах бизнеса, где покупатель может пользоваться аппаратом самостоятельно, то есть взаимодействовать с телефоном, касаться с ним. И вот такой телефон с уникальной кастомизированной панелью, он покажет высокий уровень обслуживания и покажет высокую репутацию компании, в которой он находится. Говоря о технических параметрах, параметрах H3W, хочется упомянуть ABS-пластик, по которому у нас нет нареканий уже несколько лет. И белый цвет, он не реагирует на ультрафиолет, то есть он не желтеет, остается таким же белоснежным. Динамика на 2 Вт вполне достаточно для общения по громкой связи в стандартном номере отеля, примерно 12 квадратных метров. USB-порт предназначен у нас только для заряда USB-устройств, то есть он выдает 5 Вольт, 500 мА, можете зарядить часы, смартфон или даже планшет поставить на зарядку. Правда, планшет, наверное, будет долго заряжаться, но за ночь. И подключив флешку, какую-то или компьютер, у нас ничего не произойдет, и владелец бизнеса, он может быть уверен, что никакие разговоры не будут быть подписаны, никакого вмешательства в внутреннюю инфраструктуру отеля. То есть с безопасностью все будет хорошо. Наконец, то новое, что было добавлено, это кодек Opus и встроенный модуль Wi-Fi, работающих на частотах 2 и 4 ГГц, стандартами BGN. И также напоминаю, что данная серия телефонов, она устанавливается только на столе, никаких настенных креплений, какого-то настенного монтажа у нас не предусмотрено. IP-телефон HPI-W, это старший брат H3W, помимо всех перечисленных функций, у него добавляется ЖК-экран с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 480 на 320 точек. В модели W у нас теперь есть Wi-Fi и Opus, также этот телефон может принимать изображение с кодеком H.264 и разрешением вплоть до Full HD. То есть 1220 на 1080 точек могут быть отправлены этот телефон, это 2-мегапиксельная камера, и он будет, конечно же, сжато изображение до приемлемого для этого экрана 480 на 320 точек. И для чего же нужна эта функция, я расскажу далее, говоря о преимуществах. Новые телефоны H3W и H5W это не переносные телефоны, но они поддерживают беспроводные каналы связи. Ходить с таким телефоном по комнате не получится, но постоялец может самостоятельно перенести его в более удобное место, например, рядом с балконом. У нас останется только один провод, нужно для него питание, а розетка 220 вольт. Другой плюс это отсутствие необходимости прокладки проводов. Гостиницы могут быть и в старом историческом фонде, где может быть запрещена прокладка новых коммуникаций. И все, что у вас есть, это только розетка, и в нашем случае этого будет достаточно. Если вы проводите модернизацию телефонии, то Wi-Fi уже наверняка будет развернут в современном отеле. Я думаю, это уже стандарт, как уже несколько лет. И новый UTP кабель тянуть вместо старой лапши, которая была для старых аналогов телефонов, это больше не нужно делать. То есть у нас нет прокладки коммуникаций, у нас есть экономия времени при развертывании, и это в целом смотрится положительно при внедрении новых отельных телефонов от Fanville. Другая функция, которая ранее была недоступна, это просмотр видеоизображения. Работает так же, как и на SIP-мониторах серии IP10. То есть у нас есть такие вызовные панельки с диагональю 5, 7 и 10 дюймов. То есть если у вас установлен на двери какой-то SIP-домофон или SIP-интерком, гость в номере увидит сначала превью видео, если кнопочку нажали вызову, он увидит превью, и он может сам для себя решить, хочет ли он продолжать этот разговор, нажимает кнопку ответить, устанавливается аудиопоток, он общается и может нажать DSS-клавишу, которая уже откроет дверь тому посетителю, кто постучался в номер. И причем этот поток, видеопоток, он может идти не только с самого домофона, который установлен. Можно принять этот поток с любой IP-камеры, которая поддерживает у нас стандарт RTSP. То есть такой вариант сопряжения тоже возможен. То есть у нас идет SIP-вызов, но картинка с видео приходит у нас из другого места. И несколько слов о кастомизации лицевой панели. Если мы говорим о телефоне H3, ну или H3W в нашем новом случае, то там изменение лицевой части, оно возможно только вручную. Если вы ведете проект, у вас есть планируемые сроки закупки, внедрения. И в большинстве случаев мы как производители идем навстречу, и фанвилл изготавливает вот эту специальную лицевую индивидуальную панель. Она бесплатна, но в случае продолжения сотрудничества, в случае какое-то предоставление обратной связи. Что если вы поделитесь фотографиями с места внедрения или опишите вот эту историю, то вот такой вариант он возможен. В варианте с H5W у нас уже есть экран, и вот эту интерактивную панель лицевую, ее можно заменить через веб-интерфейс самого телефона. Через веб-интерфейс, через провиженинг, либо можно через веб-апи, делая какие-то пост-гет-запросы, тоже можно это видоизменять. Мечтаю, что когда-нибудь у нас найдется интегратор, который напишет готовое решение и сделает какую-то интеграцию с популярными платформами, например, там Realty Calendar или, я знаю, FreePBX есть тоже специальный модуль, который и АТС, и при этом он предназначен для управления отелей. И он произведет вот такую интеграцию с фанвилл-телефонами. Сегодня я говорю только, что это возможно, но надеюсь, это будет и кем-то реализовано на практике. Еще одна отличительная особенность телефонов – это дополнительные клавиши DSS, которые у нас есть на передней панели. Они могут работать, как любые другие динамические клавиши на других SIP-телефонах. Перевод вызова, парковка, оповещение. Но если говорить о гостиничном использовании, то тут вполне будут уместны функции какого-то быстрого набора. Например, звонок на ресепшн, сервис доставки еды, прачку или открытие двери, о котором я говорил ранее. То есть многие другие функции. В фанвилл мы всегда уделяли особое внимание качеству связи. Вы наверняка знаете, что наши телефоны среднего сегмента серии XU, они оснащаются динамиками, сертифицированными компанией Harman. И здесь мы тоже шагнули вперед. Вы можете быть уверены, что получите лучший звук, лучшие качества связи на данный момент, если будете использовать современный кодек Opus. Отельные телефоны, фанвилл, они всегда выделялись из общей массы. Их пластик был немножко другой, он был приятнее. И именно в этом телефоне мы уделяли особое внимание деталям. То есть светодиодный индикатор, он необычной формы. У нас здесь удачное расположение клавиш. Их здесь и не много, и не мало. Они именно те, которые могут быть нужны. И у нас еще здесь яркий экран с большим разрешением. И про отельную серию можно сказать, что это оборудование нового поколения. То есть линейка у нас многообразна. Они отлично вписываются в любой интерьер, как черный, так и белый цвет. И классно, что теперь, помимо всего прочего, мы еще можем избавить постояльцев от лишних проводов. Функция тоже, которая может быть интересна в гостинице в том числе, это SIP HotSpot. Эта вещь пришла к нам тоже из настольных телефонных аппаратов. И сейчас я расскажу, как она работает. Иногда производители телефонных станций, они взимают, они лицензируют свои АТС по количеству абонентов. То есть они берут деньги за каждого пользователя. И еще вариант, когда производитель, например, 3CX, они считают лицензией по количеству одновременных разговоров. Вот фанвилл здесь предоставляет некий лайфхак, как бы это ни звучало. Мы знаем, что в зависимости от звездности отеля у нас должно быть установлено несколько телефонных аппаратов внутри комнаты. Ну, как минимум 2, например. Это в самой комнате и внутри, где там ванна тоже должен быть, или там душевая, тоже должен располагаться какой-то телефонный аппарат. И несмотря на то, что номеров у нас в гостинице может быть много, количество одновременных разговоров не так много. То есть мы уже как бы экономим на это. То есть гостиница там на 300 номеров, мы можем приобрести лицензию на 20 одновременных разговоров. И это будет достаточно. Но еще вы можете экономить вот эти вот одновременные SIP-разговоры с помощью вот этой функции SIP-хотспот. То есть вы настраиваете основной аккаунт на каком-то одном SIP-телефоне фанвилл. Ну, например, в нашем случае H5. И дальше он шарит этот аккаунт, он уже отдает этот вызов дальше, который пришел, уже через мультикаст. И тем самым ATS у вас видит только один SIP-разговор одновременный. Но при этом у вас могут звонить все там три телефона, которые располагаются в этот момент в комнате. И второй пункт, которым эта функция SIP-хотспот может применяться, это удобство снятия статистики. То есть вы как администратор ATS или администратор гостиницы при выписке гостей из отеля можете снимать те международные разговоры, которые он совершил, или просто снимать статистику, если вам нужно, всего лишь с одного SIP-аккаунта. И получается, неважно, на каком конкретно телефонном аппарате пользоваться постоялец, вы увидите одну выгрузку, и это тоже может быть полезно, как в нашем случае. Ну и кратенько о сценариях. То есть мы в Fanville стараемся не просто производить оборудование, а предоставлять какое-то решение для бизнеса и стараемся решать их проблемы. И разумеется, телефоны H-серии, их можно установить в любом месте и использовать как классический SIP-телефон. Ну я сейчас кратенько перечислю варианты, которые вот видим мы. Конечно же, из очевидного, это использование наших отельных телефонов в гостиницах. То есть телефон, вот данная картинка как раз-таки была предоставлена из нового отеля, который был построен в Анапе. Я рад, что они обратили внимание на нашу линейку. Они используют Fanville телефоны H5. Там не было произведено какой-то внутренней интеграции, но вот эти клавиши быстрого набора действительно были настроены на вызов сервиса, и это работает до сих пор. Другой вариант – это небольшая стойка кассы, где у нас постоянно есть недостаток места, и поэтому, используя наш беспроводной телефон, то есть у нас есть возможность избавиться от лишних проводов. У нас кассир имеет тоже 6, получается, кнопок для быстрого набора. Он может быстро связаться с охранником, с каким-нибудь администратором и решить проблему, которая возникла у покупателя в самое короткое время. Использование в больницах, то есть белые телефоны, они не так популярны, то есть у других производителей не так много белых телефонов. И вот наш отельный телефон, он белый телефон, и можно использовать его в том числе и в белых светлых помещениях больницы. У него также есть DSS-клавиши, которые вы программируете на связь с различными кабинетами или, например, сразу с каким-то врачом, и тем самым вы сможете предоставить экстренную помощь вашему пациенту быстрее. Другой вариант – это стойка, стойка регистрации, стойка сервиса, которую вы часто видели в каких-то торговых центрах. Часто до этих стоек может быть проведено только электричество и может быть отсутствовать UTP-кабель, или эта стойка может перемещаться в какой-то момент, и вы будете думать, как же мне тогда и протянуть еще коммуникации новые. И вот наши беспроводные телефоны, они избавляют от вот такой вот проблемы, что все, что вам нужно, это только розетка 220 вольт, как я уже говорил, и ваш телефон всегда будет на связи. Также таблица сравнения, как я и говорил, эту презентацию вы сможете у меня потом попозже получить, проанализировать. Первично стоит посмотреть в таблице, что же у нас изменилось по сравнению со старым телефоном. Как вы можете увидеть, это кодек Opus и встроенный Wi-Fi модуль. Телефоны конкурентов, я думаю, они значительно будут проигрывать по цене, но и по другим функциям, я думаю, что фанвил телефон смотрится достаточно уверенно. С телефоном H5W у нас здесь тоже появился встроенный Wi-Fi, встроенный кодек Opus. У нас здесь, так как есть экран, можем и принимать видео, и это как раз те функции, о которых я говорил. Преимущество 2.4 диапазона мы знаем, что, во-первых, сами чипсеты дороже, дешевле, оборудование дешевле, и дальность сигнала 2.4, она всегда бывает дальше, и часто сеть 2.4, она уже развернута, потому что стандарт 5 ГГц еще 7 лет назад был не сильно популярен, и многие отели проводили реновацию, использовали беспроводной роуминг только на сетях 2.4, и поэтому я понимаю, почему наши инженеры сделали выбор на частотах именно 2.4 ГГц. Так, ну, наверное, у меня все, в полчаса мы уложились, вы видите здесь мои контакты, можете мне в любой момент позвонить, я призываю вас подписываться на наши группы ВКонтакте и Facebook, я еженедельно как минимум выкладываю каких-то 2 мини-блокпоста, говорю о новинках, а сейчас я посмотрю те вопросы, если они у вас есть, и постараюсь на них ответить. Да, кроме слов благодарности, к сожалению, не увидел от вас вопроса. Ну, действительно, тема вебинара, она очень короткая, да, у нас 2 новых телефона, появился в них беспроводной модуль. Касательно цен, я думаю, правильно будет обратиться к вашему дистрибьютору Fanville. Лично я ожидаю, что беспроводные телефоны будут процентов, наверное, на 10 дороже, чем телефоны, в которых Wi-Fi модуль не встроен. Вот, сейчас мы в России и в странах таможенного союза уже запустили процесс нотификации, документы были поданы в ФСБ, я ожидаю, что через 2 недели у нас уже будет результат, поэтому и наши дистрибьюторы сразу смогут сделать заказ, и уже, наверное, через месяца-полтора можно будет произвести закупку. Я еще раз всех благодарю, что вы уделили внимание на мой вебинар, надеюсь, вам понравилось, увидимся в следующий раз, спасибо, пока-пока.